В Самаре за минувшую неделю в два раза выросло число заболевших. Сейчас их 10 311 человек. Болеют и ОРВИ, и коронавируса. Об этом говорили на городском оперштабе под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. По числу заболевших Самара на этой неделе оказалась на четвертом месте после Новокубышевска, Жигулевска и Сызрани. 30% болеющих – работники предприятий, затем следуют банковские служащие и работники сферы услуг. Неуклонно растет число заболевших среди медиков. Что касается возрастных групп, чаще всего болеют работающие граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Но большинство из них в легкой форме, поэтому лечение такие пациенты получают на дому. По тяжести клинических проявлений тяжелый форм заболевания – 387 в абсолютных цифрах, но чуть меньше – 3,8, на предыдущей неделе было 3,9% от всех заболевших. В амбулаторных условиях лечения получают 9924 заболевших, 96,2%. В этой ситуации лучший выход, по словам медиков, вакцинация – особое внимание иммунизации беременных женщин. Они могут сделать прививку после 22 недели во втором триместре. Привиться теперь могут не только взрослые, но и подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Дети до 15 лет приходят на процедуру вместе с родителями или опекунами. Те, кто старше 15-ти, решение о прививке могут принять самостоятельно и прийти одни. Но в этом случае они должны принести письменное согласие родителей. Детей прививают вакциной «Спутник М». Первый опыт показал – интерес к вакцинации детей есть. Коллеги, по детским еще раз прививкам давайте начинать такую плановую работу, составлять лист ожидания, ввести разъяснительную работу. Если необходимо, давайте на совещание к вам пригласим представителей медиков, которые расскажут о действии вакцин, чтобы потом всю эту информацию донести до родителей. Также медики советуют прививаться тем, кто старше 65 лет и имеющим хронические заболевания, а гражданам, которые перевелись более полугода назад, пройти ревакцинацию.